Всем привет! Меня зовут Ника, я художник, и сегодня мы с вами поговорим о моей одной из любимых картин Ван Гога — «Цветущие ветки миндаля». Данная картина была написана Ван Гогом в 1890 году. Данная работа является одной из серий картин, написанных на юге Франции. Вообще, тема цветущих деревьев была особенной для Ван Гога, так и многих художников, в том числе и меня, природа — это один из главных вообще вдохновений. И Винсент Ван Гог не исключение, он очень много вдохновлялся природой. Если мы посмотрим на его картины, то, конечно, большая их часть — это как раз пейзажи, натюрморты, в которых также присутствуют растения, ветки деревьев и так далее. Природа вдохновляет художников как и с эстетической стороны, так и со стороны её масштабов, могущества и необъятной просто красоты. По некоторым данным, Ван Гог часто выезжал на природу не только для того, чтобы писать свои этюды и свои картины, но также и для того, чтобы просто смотреть на колышущиеся колоски, листья или просто уходящий закат. Он мог делать это часами для того, чтобы просто прочувствовать, ещё больше прочувствовать природу и как можно точнее и выразительнее передать это на своих полотнах. Наша сегодняшняя картина относится к одной из последних работ Ван Гога, и на самом деле в эту картину был вложен некий скрытый смысл. Когда я об этом узнала, на самом деле меня очень поразил этот факт, удивил, и ещё больше влюбил меня в произведения Ван Гога и вообще в этого художника, потому что эта картина была написана, когда Винсенту пришло письмо от брата о том, что у него родился сын. И поскольку Ван Гог безумно любил своего брата Тео, он сразу же понял, что он просто обязан написать такую картину и подарить своему племяннику. Тогда он приступил к написанию картины «Цветущие ветки миндаля». Миндальное дерево, оно зацветает немного раньше, чем другие деревья, оно зацветает в феврале, и это тоже как очередной такой символ начала новой жизни, начала чего-то нового. И обычно миндаль считается каким-то предвестником весны. У Ван Гога очень часто натюрморты, портреты, вообще в целом даже пейзажи написаны очень ярко. И очень часто там присутствует яркий фон или яркая какая-то драпировка или ещё что-то. Но здесь мы видим какую-то нежность, и я думаю, это, конечно, связано с чувствами самого Ван Гога к своему брату, ну и, соответственно, к его сыну. И, опять же, здесь нет какой-то динамичной композиции. Это, наоборот, очень спокойная, важная компоновка этой ветки или этих веток, что, опять же, подчёркивает какую-то невесомость и нежность этой картины. На самом деле композиционное решение не совсем ясно, потому что, с одной стороны, кажется, что это ветки на улице, как будто бы мы смотрим снизу, и нам видно вот такое вот безоблачное небо. Но, с другой стороны, если посмотреть на другие работы Ван Гога, то часто у него эти ветки стоят в стаканах или в вазах просто на ярком фоне. Не совсем понятно, как именно, в какой именно обстановке находятся эти веточки цветущие, но лично для меня это всё-таки небо. И я, когда смотрю, я всё-таки представляю небо, и у меня изначально была такая ассоциация. Кстати говоря, именно эта картина стоит у меня на заставке в телефоне, потому что она вызывает у меня очень такие тёплые чувства. Ну и к тому же она всё равно такого очень весеннего настроения. У нас сейчас как раз весна наступила, чему, конечно, мне кажется, невозможно не радоваться. Каждый раз, когда я смотрю на заставку своего телефона, у меня прям радуется глаз. Говоря про композицию, также стоит отметить, что веточки миндаля, они занимают практически всё полотно, но при этом вставляют такой воздух и даже пространство, которое даёт лёгкость этой картине. Конечно же, Ван Гог мастерски прописывает и цветочки, и стебли, и их так подчёркивает очень в нужных местах. Но если говорить про ощущения и чувства самого художника, то, конечно, как мы знаем, Ван Гог имел какие-то расстройства психологического характера, и был крайне самокритичен к вопросу своих картин и в целом к жизни. Но конкретно этой картиной он очень гордился. Она ему очень нравилась, наверное, потому что он вложил в неё такой смысл, и наверняка те тёплые чувства, которые он испытывал как к своему брату, так и к племяннику, как-то всё-таки отразились на этой картине. И он даже писал своему брату Теону Ван Гогу о том, что именно эта работа, наверное, первая работа, которая достойна хвалы. Напишите, что вы думаете по поводу этой картины или вообще в целом творчества Ван Гога. Откликается оно вам или нет? Честно скажу, я именно прониклась Винсентом, когда посмотрела фильм о нём. По-моему, этот фильм так и называется Ван Гог. Он снят относительно недавно. После просмотра я как-то вообще по-другому посмотрела на этого художника, и, возможно, часть его как-то прониклась им, поняла. И, конечно, уже совсем иначе посмотрела и на его творчество. Очень большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравится эта моя новая рубрика обзоров на картины. Всем пока!